Приветствую вас! И чтобы избавиться от плохих мыслей, от обиды и прочего, необходимо ответить на вопрос. С какого момента начались плохие мысли? Что повлияло на них? На то, что они у вас начались, эти плохие мысли? И почему вы не имеете возможности, в чем препятствие, для разрешения негатива этих плохих мыслей? Второе. Обида. Обида это то, что нас задевает в критике. То есть, вот, нам что-то говорят, и мы чувствуем обиду, нас задевают. Задевают то, что так или иначе соотносятся с правдой, с глубинным пониманием правоты говорившего, и нежеланием это исправлять. Ну, например, если нам говорят, что мы ленивы, и мы действительно ленивы, то, скорее всего, нас это задевает. Конечно, со временем вырабатывается защитная реакция на это. И обиды в прямом смысле этого слова уже нет. Есть разные виды защитной реакции, защитных механизмов. Мы здесь их все перечислять не будем. Но, скажем так, скажем так, что защитные механизмы не снимают самого факта. Факта того, что обидно то, что мы сами понимаем, является нашим недостатком. Соответственно, с чувством обиды нужно работать через осознание того, что обидно, собственно говоря, и устранение этого. То есть, по сути, устранение факта, который делает обиду реальной. Потому что, если слова, которые нам говорят, с реальностью не совпадают, то мы не обижаемся. Мы просто никак на это не реагируем. Опять же, пример с ленивым. Это когда нам говорят, что мы ленивы, а мы в это время вообще спим по 4 часа в сутки. Там, грубо говоря, учимся, работаем на двух работах и прочее. То есть, нам покои и не смеются, а нам говорят, что мы ленивы все. Но, естественно, таким человеком можно просто посмеяться, сказать, ну, странный человек, в общем. Вот, чтобы вы могли сказать примерно то же самое, нужно устранить все то, что вас задевает. Что касается потери интересов, интереса ко всему, то здесь следует заметить так. В наличии имеется определенное противоречие. Противоречие в том, чего хотим мы и чего хотят от нас. То, чего хотим мы, нам кажется неозависимым. То, чего хотят от нас, кажется сложным и ненужным. В результате этого конфликта происходит потеря интересов, ко всему вообще. Выходом из этого является понимание того, почему от нас требуют что-то сделать. Что хотят добиться, чего хотят добиться, точнее. А, и, значит, почему является невыполнимым то, чего хотим мы и сами. Зачастую невыполнимость того, чего мы хотим, органично сочетается, сплетается с нашей неуверенностью собственных сил. С тем, что мы ставим в себе слишком завышенные, отдаленные, идеализированные цели. И не умеем разбивать их на промежуточные, более простые. Такой подход, то есть разбивание целей на более легкие задачи, поможет, во-первых, уверенность в себе получить, благодаря успешному выполнению каждой из них. И поверить в себя, и к цели быть ближе. Так разрешается процесс, разрешается проблема потеря интересов ко всему. Собственно говоря, либо вы самостоятельно стараетесь решить эту проблему, либо обращайтесь к специалисту за решением вопроса. Выбирать вам, а я надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку. Помогу, если понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Продолжение следует...